В ходе заседания Совета главправительств СНГ в Астане вице-премьер Армении Мгер Григорян выступил с рядом необоснованных обвинений в адрес Азербайджана. На это взяв слово, после всех выступлений ответил премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Он отметил, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан объявил о завершении Карабахского конфликта и о том, что готов к подписанию мирного договора с соседями. Выдвинутые Азербайджаном пять принципов были поддержаны армянской страной, и исходя из этих позиций Азербайджан продолжает говорить о вопросах повестки дня в рамках конструктивизма. Однако вместо этого Армения вновь предъявляет Азербайджану обвинения, искажая факты. Страна, которая в течение 30 лет держала под оккупацией территорию соседнего государства, оккупировала семь районов, которые никакого отношения к бывшему Нагорному Карабаху не имеют. Страна, вооруженной силой которой камня на камне не оставили на территории суверенного соседнего государства, разрушили все, что только можно было разрушить. Города, села, все живое и неживое, экологию, моральные и духовные ценности. Сегодня говорит о каких-то моментах, якобы нарушениях нашими вооруженными силами территориальной целостности Армении, сказал Асадов. Премьер-министр подчеркнул, что Азербайджан придерживается трехсторонних заявлений 2020 и 2021 годов, подписанных президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. Однако до сих пор непонятна позиция армянского руководства, когда премьер страны говорит одно, а его заместитель другое. Асадов также напомнил участникам заседания о том, что политический истеблишмент Армении на протяжении всех 30 лет не вспоминал о понятиях суверенитета, границ, оккупации, невзирая на четыре резолюции Совета безопасности ООН и документы других международных организаций. Также премьер-министр рассказал о сентябрьских провокациях армянских вооруженных сил, когда в ночь с 12 на 13 сентября вооруженные силы Армении обстреляли Кельбаджарские и Лачинские районы Азербайджана, районы из которых Армения ушла. Кроме того, обстрелом подверглись Дашкисанские и Зангеланские районы Азербайджана. И вполне естественно, что в качестве ответных мер вооруженные силы Азербайджана приступили к контрнаступательной операции, в результате потеряв 71 военнослужащего. Потери армянской страны составили порядка 450 военнослужащих. Он подчеркнул, что несмотря на готовность Азербайджана к мирному соглашению, ни пяди своей земли мы не отдадим. Касаясь обвинений главы комиссии по делимитации границ со стороны Армении в том, что процесс не идет, Асадов отметил, что Азербайджан участвует в нем с первого дня, в отличие от Армении, которая его не раз срывала. Асадов еще раз напомнил, что суверенная территория Азербайджана необсуждаема и никакого Нагорного Карабаха больше не существует. Он также сказал о том, что граждане Азербайджана, армянского происхождения, проживающие в Карабахском экономическом районе, имеют право признать гражданство нашей страны. Асадов напомнил всем слова президента Ильха Малиева, который не раз говорил о том, что желающим подчиняться законам Азербайджана гражданам армянской национальности будут гарантированы все права. Коснувшись трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, премьер-министр отметил, что один из его пунктов подразумевает разблокирование транспортных коммуникаций. Азербайджан взял на себя обязательства о том, что Лачинская дорога будет функционировать и выполнил их. При этом Армения на протяжении года и девяти месяцев не предприняла ничего, хотя речь идет о небольшом участке 40-44 километра. Отвечая на грубые и необоснованные обвинения армянской страны в военных преступлениях Азербайджана, Асадов вновь сказал о морали в контексте того, что Азербайджан серьезно относится к международным обязательствам и претензии в связи с военными преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными органами. К сожалению, этого нельзя сказать об Армении. Асадов напомнил участникам заседания о преступлениях Армении в ходе Первой Карабахской войны, когда армянские военнослужащие учинили беспрецедентную расправу не только над азербайджанскими военнослужащими, но и над мирными жителями. 26 февраля 1992 года в Ходжалы только за одну ночь были зверски убиты 613 мирных жителей. До сегодняшнего дня не было предоставлено никаких сведений о судьбе около 4000 азербайджанцев. После деоккупации мы обнаруживаем места массовых захоронений и военнослужащих, и мирного населения, сказал Асадов. Он вновь напомнил, что Азербайджан выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства.